приветствую друзья решил опять сходить маленько на зайца так как мне заказали еще блин пару штук вот тут затишье вот такое хорошее но выбрал я неудачное место сегодня вот видите вот тут лишь колосей но это не сегодняшняя слава богу поэтому может быть если вот этот круг доделаю вот такой может быть зайца еще и подниму сегодня 12 градусов 6 марта эту неделю я еще дохожу если заказа больше не будет ну и хватит тогда надо было мне ехать все таки на вчерашнее место там сегодня пару зайцев осталось но я думаю их пошугал вернее пару там немеренно много но то что я увидел да это следы где-то позавчерашние позавчера мило хорошо так чтобы шанс есть пойдем посмотрим что у нас там около фермы там друг живет как раз ну дотуда еще километр 3 того наверно ну и потом весь круг пойду обратно до машины тут затишье ветер блин с той стороны за себе навычно лежат с подветренной стороны ну или смотрят где поменьше снега или жесткий снег жесткий снег северной стороны с той стороны ну тут пока следы только вот этих лосей ладно сейчас я переберусь через посадку и в конце где-то где те кусты там обычно пару зайцев есть ну вот и думаю сейчас ко мне лучше подойти все таки наверное с этой стороны все ладно пойдем посмотрим прошелся по забору ближе к этой ферме потому что зайцы они держатся ближе к ферме я тут еще ни разу не ходил снег такой жесткий вот тут видите стоят вот такие заграждения заборы да и вот там стелят солому там всю тему и сейчас начинается отелы поэтому старается блин поближе к ферме они раньше были где-то в километрах полтора-два отсюда ну а сейчас поближе днем смотрят такие коровы вот-вот стильные их загоняет уже у дяди андрея это с кем я ходил как-то на ходу сейчас дойду еще вот до тех кустов там неохота было в пустую через поле идти ну чуть-чуть и потом срежу к тем кустам ну короче вышел так что шестая неудачная охота в этом году видите как поля все вымело до ценные ветра метели все собирается где камуши тут поле голая потому мне машина стоит там чего один кустик мы часто бывает что именно около машины берешь в ту сторону стрелять тоже не больно удобно будет там просто нет ну посмотрим я думаю что на этом моя сегодняшняя утра закончилась если я только вечером не схожу еще в другое место будет видно зависит от погоды ветер усиливается но довольно тепло 12 градусов с ветром минус 27 ну это нормально так теперь придется на лыжи блин перейти вот этот земляной участок руках таскать не хочу потому что все равно буду делать новые лыжи мои вот эти треснули это было ожидаемо все не слоеные поэтому будем делать летом чуть-чуть пошире если я найду материал фух ладно ребята давайте вам удачных охот хотя сезон в россии уже закончился хотел еще сказать что выходной воскресенье я ездил вон там далеко вот у нас свалка дядя андрей там как-то увидел рысь ну я думал воскресенье мило сильно пойду там лесок хороший это парк королевы виктории думаю пошляюсь там ну от свалки отошел я наверно буквально метров пятьсот по тропинкам белохвостого оленя и смотрю среди кустов стоит действительно рысь первый раз я увидел кроме зоопарка имею ввиду в дикой природе ну и так растерялся даже не знал мне зачем хвататься ружье или камеру ну когда уже блин дошло до меня что сезон то на рысь уже давно закончилась да и жалко стало в любом случае да у нас ее нету практически взял не ружье и не камеру но я думаю скоро я пойду специально прогуляться чисто с камеры может и удастся снять ее ладно давайте друзья всего хорошего до свидания приветствую друзья еще раз сегодня решил после обеда сходить еще маленько прогуляться ну и пока зайца никакого не поднял но блин давайте блин голого хвоста трубой я блин в очках подхожу ли абсолютно вплотную блин поворачивается бен все да нет стрелять ему там мечем я говорю видимо они за зиму все истратили я так думаю блин попробую ну давай черт да нечем нечем стрелять я сейчас прям варежкой одену сам то уже я вот так выгляжу примерно да сейчас я не давах попадет попробую погладить и вытащить одну иглу ну конечно дурак знаю нормально блин ну давай посмотрим щеки у меня блин правда голые еще блин москве сегодня взял ну давай дай одну иглу дай 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 блин страшновато ребята правда я мою дурак блин страшновато стрельнула но не меня не дает блин а вот одна уже два блин мимо упала вот так дай 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 ну ребята я думаю это достать точно и чтобы не рисковать у меня варежках уже больше иглу чем у до самого дикообраза так сейчас я посмотрю блин у меня даже комбинезон блин в иголках ну это блин самые мелкие вот такие остались да черт все таки он для проколол насквозь вот у меня все варежки в иголках ёшкин свет блин вот это блин такие хорошие бенстрелки это очень маленькие да ребята блин они как ты не поверни бенстрел на не втыкаются блин черт короче обоюдо острые ну как я уже сказал это блин самые вот остатки только вообще-то они в длину где-то доходят до 5 сантиметров ну очень острый обоюдо острые он хоть как и стрельнет видите мою перчатку блин а как вытащил хорошие вот такие иголочки которые бы им покрупнее дикообразы это вот у них очень хорошо видно обратку до этого не видно но они тоже есть я еще раз рисковать не буду я вижу блин у меня даже варежках опять внутри болит а больно так может у меня там нет эта ветка попробовать взять у нее все-таки блин пробовать на большого на большую иголку чет не очень сильно тянет честно вам скажу я вижу сразу поворачивается опять вот у него там довольно такие большие большие пару штук торчат но я уже укололся мне это вот хорошая иголка блин длинный он сверху он постарается метать их именно хвостом поэтому он и поворачивается вот так а на хвосту у него в принципе больно то и нету ничего вот чуть-чуть выше видеть на очень длинного такие иголки все метатель меня хватит или эти сейчас на мясо возьму сейчас и поворачивается даже на ветке он висят уже иголки попробую ветками подразнить его маленько опа кинул опять видите вылетает иголки не друг этим ты меня уже не испугаешь и это мелочь так что давай дай-ка мне крупную иголку надо оттуда выше как это сделать я сам не знаю да 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 дай мне эту крупненько вон тяк дам от тебя дай мне сверху да не буду я тебя убивать так е-мое защита до видите все ветки утыканы иголками так как и мои варежки были да я думаю вот у него падают опять вон мостичка то да не буду я тебя трогать на улыбнись селфи ля-ля-ля давай не буду трогать я ребята показал иголками все больше трогать не буду пути там их так не осталось домой рух пойдем дальше ну повернись то хоть один раз нормально морды вот там у него там сверху не очень хорошие иголки еще не очень длинные вот именно что метание с хвоста он не может применить поэтому накидает вот именно вот эти мелкие в дерево вот мысли больных не вытащишь то все ладно ребята я вообще-то пошел на зайца и не на дикавраза ну красавчик короче на согласитесь можно было и его взять ну я думаю вот такие ветки обрезанными все дали это не хватало и скорее всего я думаю в этом гнезде всрочем он и живет потому что где-то постоянно вчера я его встретил через поле у меня охота мне все-таки большую иголку взять вдруг да ну да я думаю не жанчи блин да нет все шоу отсюда что-то мне кажется на лбу у меня торчит уже одна в комбинезоне ну где-то где-то вот так наш красавец тут и кормится все голые ну не поворачивайся да вот это вот такая защита у каждого животном ли своя у дикавраза иголки у скунса пенструя у сальцев ноги ой хорошие хорошие торчат иголки ну а мы охотники уже подстраиваемся как-нибудь да то одно есть то другое есть охота нельзя все равно нужно хоть ты тресни ну вся ветка утыканая ну то что меня радует это сейчас вы именно видели как он выкидывает иголки да как он стреляет вот именно он их выкидывает хвостом я еще раз стараюсь показать очки одеты вот есть опять ветки он торчат вот тут еще блин пару штук торчит ну как я уже сказал я не буду блин всю защиту ему портить хотя блин на дерево блин ни койот ни лиса не полезет ну вот вот эти верхние иголки вот эти они мне нравятся конечно вот очень полет черт все ладно хватит шутить пойдем мы отсюда подальше все вдруг отдыхай да это красавец все нет больше не буду трогать давай красивый зверек горят очень вкусный вкус барсука ну сами подумайте бы как его возьму он мне ничего плохого не сделал у него нож нет убегать не может как и уровень возьму блин стрельну или чё нет давай живи красавица вот тут пух у него такой они потом весной на весной и вот этот пух как у ежа тоже превратятся в иголки он где-то я сейчас точно не знаю ну ближе к осени вот этот пух это будут все иглы этот совсем молодой красавец мама с папой не знаю где одного я где-то встретил там в кустах уж давно мертвый лежал да там его скорее сиблин каюты задрали все-таки а этот так мелочь ладно ребята пойдем на зайца так поднял двух зайцев в этом кусту они пошли за те кусты и где-то через полчаса минимум они пойдут уже очищенной дороге до насоса именно ко мне так что мне остается бы им посетить на минут 20 я так думаю и возьму пожалуй да ребята уловка с кругом у меня сегодня не прокатило оба зайца ушли из турбом фермы делать нечего там коровы пойду возьму тут песок где-то черный километр 3 и домой сегодня хватит ребята охота кончилась на зайца разве может быть неудачных охот хорошо прогулялся наконец-то увидел как дикообраз как я раньше говорил метает стреляет иглы да оказывается он метает их хвостом я же отошел оттуда дальше круг потом еще и я вытащил еще две иголки у меня вот тут еще блин и вороник толстый не пробило буквально они маленькие время сантиметровые но это был молодой такой дикообраз у него 6000 кричневая это будут иглы потом не знаю я очень надеюсь что на камеру будет видно как он гуляет очень острые очень варежки уже она есть там будут видны ну и ничего страшного зато чувствую себя прекрасно и наконец-то знаю блин у меня и рука вот такие укольчиками но вот у меня на двух пальцах следы остались ничего прогулялся хорошо до выходных еще пару дней осталось будет вид ну скажем так неудачная охота называется но очень приятная прогулка ладно давайте друзья если не увидимся до 8 марта поздравьте своих жен с этим праздником я думаю увидимся до свидания